Сегодня мы поговорим, у нас сегодня очень много тем для обсуждения, предлагаем всем тоже принимать участие. Сразу скажу, что телефон наш 3190, можете звонить, задавать свои вопросы. Ну а темы мы так пока обозначили, мы поговорим о проблеме утилизации отходов бытовых, очень серьезной для нашего региона проблемы. Мы поговорим, конечно же, не обойдем об обострении ситуации с COVID-19, о том, какие меры предлагаются и принимаются уже сейчас реально для профилактики. Хотелось побольше о экономике поговорить? Конечно, с тем учетом, что вы возглавляете комитет по экономике в областном парламенте, поговорим, конечно, и об этом. Поговорим о том, вообще вот нас сейчас ждет посткоронавирусный год, и у нас серьезный уже нанесен ущерб экономике. Понятно, что долгое время проставили предприятия. Как это будет, как это аукнется в следующем году? Ну, Дмитрий Леонидович, мне бы хотелось все-таки... Начнем с приятного, да? С приятного, да. Дело в том, что, уважаемые наши телезрители, уважаемые тверичи, коллеги, вот сегодня мне поручена очень такая хорошая, приятная миссия председателям законодательного собрания, Сергею Анатольевичем Голубевым и всеми моими коллегами, членами Совета законодательного собрания, депутатами, вручить почетную грамоту законодательного собрания депутату Тверской городской думы Нечаеву Дмитрию Леонидовичу, который еще также является главным редактором телеканала Тверской проспект, так скажем, за его активное участие в информационной работе, в личной работе, связанной с двумя основными моментами. Это с той работой, которую телеканал проводил по освещению тех поправок, которые вносились в Конституцию Российской Федерации. Ну и, конечно, вы знаете, я вам лично тоже благодарен, мы вместе активно работали в общероссийском народном фронте, в партии «Единая Россия», это когда проводили весной акцию с просьбой наших жителей оставаться дома, помните, да, финансировали это, деловая Россия финансировала ваш телеканал, приобретали маски, респираторы, приобретали посуду, большая работа проделывалась. Часто вспоминаем нашу боль с вами, да, что у нас наша в Заворском районе подстанция скорой помощи номер один до сих пор находится в жилом доме, да, в жилом подъезде, наверное, такой уже болезненный случай. То есть работа проводилась вами огромная, поскольку мы с вами работаем в нашем Заворском районе вместе, вы еще и, по сути, являетесь вместе с Юрием Владимировичем моими помощниками, мне очень приятно эту выполнить миссию, сказать вам огромное спасибо личное. Вот даже сегодня мне звонили, тоже говорили, интересовались судьбой нашего муниципального приюта для животных. Все знают, что это ваша заслуга личная. Мы ее пробили вместе с коллегами, но в том числе. Поэтому, конечно, многое очень делаете для Заворского района, для города, для всей области, Дмитрий Леонидович. Вручаю вам почетную грамоту, вот, не знаю, видно нашим коллегам. Такого еще не было. Красивая, да. Спасибо. Удачи вам, здоровья, вашей семье, вашим родным, близким, ну и вашим трудовым коллективам. Спасибо. Очень многое из того, что вы перечислили, действительно делается, делается при активной вашей поддержке. Это помощь, кстати, той же подстанции скорой помощи, вы сами лично приезжали, тоже мы все это оказывали, финансировали. Но, к сожалению, пока не решен главный вопрос, конечно. С ее месторасположением, да. Но, тем не менее, помощь вы медикам оказали, они очень вам благодарны. Мы тоже постоянно с ними контактируем. За это большое тоже спасибо. Вообще, приятно с вами работать конструктивно, профессионально и с эффектом для людей. Ну, давайте теперь о наших сложных проблемах поговорим. Да, теперь давайте перейдем, действительно, к проблемам, поговорим о сложных. Александр Александрович, мы уже это анонсировали, то, что мы сегодня хотели поговорить о проблеме утилизации бытовых отходов. Недавно мы с депутатской группой, буквально на днях, и с председателем городской думы, Евгением Евгеньевичем Печуевым, посетили одно из крупных предприятий, ну, даже крупнейшее в России. Это наш сервис, да, который создает, производит оборудование для мусорных полигонов. И эти полигоны уже успешно работают, это достаточно серьезные объекты, крупные, способные перерабатывать там сотни тысяч тонн отходов в год. Они работают уже в Московской области, в Чечне работают, других, вообще, честно говоря, очень много. Есть федеральная программа, вы знаете, в которую Тверская область, мы стараемся очень активно войти. К сожалению, пока ни одного подобного объекта полноценного у нас в регионе не создано, а проблема нарастает. Что бы он мог дать? Вот, например, та свалка, которая в Славном функционирует, если бы мы такой поставили завод, то ее срок службы увеличился бы вдвое, а может быть даже и больше. Ну и, конечно, эффект для экологии, потому что это была бы уже дифференциация отходов на сложные. Что у нас в регионе планируется в этом плане сделать, в какие сроки? Ну, во-первых, я хочу сказать, что вы знаете, и правительством Тверской области, и, наверное, лично даже губернаторам ведется очень серьезный вопрос в плане, скажем так, систематизации работы и утилизации бытовых отходов в руках. Вот я в руках держу вот такую презентацию о полигон, вы знаете, да, которая в 2019 году, по сути говоря, уже начала свою активную работу на территории Тверской области. Речь идет о, в целом, новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Тверской области. Что она предполагает? Она как раз, давайте говорить, вот о тех наиболее острых проблемах, что произошло за последние годы. Действительно, на территории нашей Тверской области, как, в общем-то, и на территории многих регионов ЦФО, не так много, ну а по сути у нас один, единственный, ну вот в Конаковском районе еще можно сказать, более-менее цивилизованный полигон, и то так в кавычках, да, по утилизации бытовых отходов. Но что мы с вами наблюдаем, как представители общероссийского народного фронта, что определенные, скажем так, политические силы или общественные начинают будоражить население Тверской области тех или иных муниципальных образований, для того, чтобы на территории этих муниципальных образований не создавались, не выделялись земельные участки, не создавались и не строились бы вот эти современные, высокоэффективные, экологические, гораздо более безопасные полигоны по утилизации мусора. Конечно, мы понимаем опасения определенные жителей, наверное, никому бы не хотелось, конечно, жить рядом с таким полигоном, но также мы должны честно, обращаясь к нашим жителям, сказать, что можно тогда занять неконструктивную позицию, но тогда куда мы будем утилизировать свой мусор? В соседние регионы у нас его, естественно, не примут. Второй момент. Самый большой вред экологии и безопасности здоровью наших граждан как раз наносят так называемые нелегальные полигоны, мы с вами знаем. Если все полигоны, ООО-полигоны, они контролируются, ну, можно говорить, может, где-то там и встречаются иногда какие-то недостатки, но в целом сказать, что туда можно привести, например, отходы совершенно другого класса опасности, ну, понимаете, да, чтобы какую-то эпидемию вызвать или инфекционное заболевание. Конечно, там есть контроль. А вот за теми полигонами, которые в кавычках у нас как бы закрыты, и иногда отдельными, ну, такими криминальными, даже я их предпринимателями не назову, используются, да, вы помните эту такую сложную историю в Лихославском районе, вы помните, ну, как пример. Вы помните эту дымящую свалку рядом с Кимрами, да, куда просачивался у нас мусор из соседнего региона, было выяснено. Попытки завести бытовые отходы на полигоны, ну, закрытые их не полигоны, а просто на свалки в лесах в Конаковский район, с которыми мы сталкивались, да, наши вот эксперты документировали это. Поэтому еще раз, позиция, которая выработана сегодня на территории Тверской области, она понятна. Мусор должен утилизироваться только на тех площадках, которые сегодня есть. Их немного, да, к сожалению. И сегодня мы сталкиваемся с колоссальным сопротивлением каких-то вот деструктивных сил, понимаете, да, которые пытаются будоражить население, чтобы эти новые полигоны не строились. Я сейчас не хочу специально называть никакие муниципальные образования Тверской области, но, будучи еще главой города Твери, могу сказать, что с Петром Федоровичем Толстовым, главой Калининского района, мы уже тогда понимали, что только для Калининского района и города Твери, например, в идеале хотя бы нужно даже два полигона иметь. Почему? Потому что сегодня тащить мусор, например, согласитесь, из пролетарского района, да, вот через перегруженное Бежицкое шоссе на полигон в Славном, который тем более не разобран, не спрессован, ну, понимаете. Более того, это и на тарифе, наверное, отразится. Конечно, жители переплачивают. Мусор этот летит тоже, да, вдоль дороги. Поэтому еще раз мы говорим, я хотел бы вот главную мысль сейчас подчеркнуть. И мы сейчас, Олег Станиславович, обязательно ее подчеркнем, буквально на минуту прерываемся и продолжим этот разговор. Телефон прямого эфира, 3190, звоните, задавайте ваши вопросы. Итак, мы продолжаем. Это программа «Тема дня» в студии Дмитрия Нечаев и также Олег Станиславович Лебедев, депутат Законодательного собрания, председатель Постоянного комитета. Это прямой эфир, наш телефон 3190. В первой части мы начали обсуждать тему утилизации бытовых отходов. Серьезная тема, сложная для нашего региона. И у нас пока вот был перерыв, поступили звонки. Давайте одного из звонящих выведем в студию. Слушаем вас. Слушаем вас, задавайте ваш вопрос. Так, ну, видимо, сорвался звонок. Ну, если есть возможность, перезвоните. Телефон 3190. Олег Станиславович, ну, давайте, завершая уже эту тему, вы хотели сказать о самом главном перспективах и что делать в этой ситуации. То есть, я бы хотел еще раз обратиться и к главу местного самоуправления, к местным депутатам, к жителям. Не надо вот будоражить население, не надо препятствовать и чинить препятствия по строительству вот этих современных. А вот вы недавно сами поняли, какой может быть настоящий полигон безопасный. Потому что иначе этот мусор, эти отходы и промышленные отходы окажутся на полях, в лесах, рядом с дачной комперативной. Да, они где-то точно окажутся, потому что никто их дома под кроватью хранить не будет, их в любом случае выбросят. Поэтому вот еще раз, и будьте внимательны, потому что сегодня эту карту пытаются и в политических целях разыгрывать. Потому что мы все понимаем, что мы приближаемся к выборам в Государственную Думу Российской Федерации. Естественно, это благодатная тема, будоражить население, понятно, особенно тех, кто может оказаться недалеко от этого полигона. И еще раз хочу сказать, больше доверять органам власти и региональным, и муниципальным. Потому что объясняем, рассказываем, говорим с некоторыми людьми, но говорят, еще раз объясните, еще раз объясняем, что сегодня действительно мы хотим строить вот такие современные, другого уровня. Они дорогие, безопасные полигоны. Конечно, все это упирается в большие средства. И главное, наш регион, нашему губернатору удалось добиться выделения этих средств для нашего региона. Поэтому нам нужно получить эти площадки, войти в эту федеральную программу и реализовать свои полномочия. Ну да, и очень хочется надеяться, что люди посмотрели наш сюжет с этого предприятия, потому что там действительно даже газ утилизируется, там даже запаха нет, не говоря уже. Конечно, вот грамотно утилизировать мусор, это правильно, это не только для людей удобно, но и впоследствии в отдаленных для природы, конечно, это единственный путь, по которому можно идти. Алексей Сталович, давайте вот еще о чем поговорим. Мы с вами совместно принимали участие во многих рейдах по рюмочным, по кальянам, следили за работой этих заведений. Вы стали одним из инициаторов региональных законопроектов в этой сфере, ну а также стали даже героем некоторых роликов, которые выкладывают в интернете, да, вот этих таких скандальных ситуаций. Ну вот расскажите немножко, что сейчас делается в законодательном плане для регулирования вот этой сложной тоже очень сферы. Да, действительно, сфера очень сложная, она касается, как вот так называемой деятельности этих наливаек, и того законопроекта, который был инициирован нашими коллегами, членами партии «Единая Россия» в Государственном Думе для того, чтобы решить наиболее острую проблему, это работа вот этих вот наливаек, псевдокоммерческих точек общепита в домах жилого сектора. Это очень серьезная проблема, потому что мы с вами знаем, да, что наиболее количество обращений граждан идет именно по работе этих объектов. Ну представьте себе, да, когда вы живете на втором, третьем там этаже, а под вами круглосуточно там идет вот такой процесс нехороший, который сопровождается порой руганью, драками. Мы помним сюжеты, которые мы с вами снимали, Хромова 25, по-моему, где люди валяются, двери выбиты, окна выбиты. На Горького были много очень сигналов, прям почти напротив ОВД. Около детских садов, помните, у нас детский садик рядом со школой милиции, да, на Соминке, на Шмидта и так далее. Вот. Это вот одна тема. Вторая проблема, которая вот недавно у нас, 5-го числа, с участием вашего телеканала, прошел рейд и действительно в Тверской области через наш комитет прошел закон, который был инициирован прокурором области Лежниковым. Тоже очень важный, потому что действительно с серьезной проблемой становится работа еще вот этих вот кальянных. И, к сожалению, сейчас они вообще должны быть закрыты в связи вот с той ситуацией. Да, и не должны были работать. А почему они так опасны, скажем так? Давайте говорить не только потому, что там, первое, часто несовершеннолетние, и мы это фиксируем, да, основная, причем клиентура часто, это те люди, которым нет еще даже 18 лет, иногда даже и 16. Они употребляют эти кальяны. Причем есть кальяны ведь с разным наполнением. Есть, понятно, да, и с табаком. Но мы сталкиваемся с тем, что под эту эгиду там различные наполнители используются, скажем так. В некоторых недобросовестно. В некоторых недобросовестно, конечно, безусловно. Потом вам скажу так, вот я человек некурящий, мы же, когда вечером проводим эти рейды, я сразу чувствую запах определенной, скажем так, травы, да. То есть мы понимаем, что, ну, давайте говорить, мы знаем, что есть курительные наркотики, такие как конопля, там, анаша, я не знаю. Какие-то, да, запрещенные препараты. Да, всякие различные, и, конечно, мы эти запахи, ну, скажем так, улавливаем, и это тоже понимаем. Второй момент. Вот вы знаете, у меня есть родственник один, любитель раньше был кальянов. Вот я, когда показал ему эксперимент, мы провели, мы в одной кальянной взяли этот шланг, разрезали его вдоль и показали, что в этом шланге находится. Ну, честно говоря, нас чуть не вырвало, но это такая вот жировая, слюновая жижа, ну, такая, да. Потому что, конечно, вам будут рассказывать, что мы их регулярно промываем, чуть ли не ежедневно, понятно, ёршиками прочищаем, но все это абсолютное вранье. Нет, может быть, кто-то и прочищает, мы про всех не можем говорить. Второе. Дело в том, что врачи сегодня говорят о том, что не зря они сегодня закрыты, потому что еще это и путь распространения различных вирусных инфекций. Ну, понимаете, да, потому что один и тот же кальян, одни и те же трубки используются, ну, разные люди. Иногда по кругу все это пускается, мы видим, да, и так далее. Следующий аспект. В этих, к сожалению, объектах, хотя законом запрещено, продается зачастую подпольно, как вот мы видели, по легендарному объекту на Новоторской 5, потому что он звучал даже, когда звучал, ну, скажем так, доклад генерал-майора Пырха в законодательном собрании Тверской области. Уже полтора года мы с ним боремся, не можем закрыть в центре самого города, ну, знаете, да, это место. Рядом филармония, драмтеатр, остановка, рядом медицинский университет и так далее. Продают вот различные, да, вот такие вот объекты, продается алкоголь, ну, как продается, присутствует, да, он его, естественно, на витрине нет, но мы обнаружили. Два часа не пускают, представьте себе, сотрудников правоохранительных органов, нас не допускали. Нас еще по радио слушают, объясните, что это за банка. Ну, вы знаете, что сегодня есть еще различные энергетики, как это безалкогольная энергетика, а есть еще алкогольные энергетики. Часть из них тоже являются контрафактными. Это еще одна большая тема. Всякие джентоники, понимаете, да. Таким образом мы теряем огромные деньги, потому что акцизы по ним не платятся. В бюджет не поступают, соответственно. Деньги эти не поступают. Нет в бюджет для того, чтобы мы социальные вещи могли, скажем так, финансировать. Зачастую в этих кальянах из-под полы, потому что закон запрещает, наливают алкоголь. Мы обнаружили алкоголь без акцизных марок и с нечитаемыми марками. Причем даже не стесняются. Вот такое меню покажу. Вот здесь, пожалуйста, полный набор кальянов различной стоимости. Хотя запрещено, посмотрите, наполнители. Вот, обратите внимание, вино, понимаете, да? Наполнители кальяна. Пожалуйста, здесь различные, скажем так, энергетики в ассортименте проходят. То есть все запрещено к продаже, но, пожалуйста, лежит прямо на барной стойке. Приходи, заказывай. Причем удивительно, уже пятый раз там проверку проводим. Не можем найти ни директора, ни бармен. Человек, который туда приезжает, сначала представляется директором, потом барменом. Потом заканчивается, что сотрудникам полиции он говорит, что я сторож и работаю здесь первый день. Потому что никаких документов нет, понятно, оформления нет. Человек, который сдает в аренду это помещение и владеет им, не приезжают. Ну, мы им звоним, они говорят, нет, мы ничего не знаем, мы за пределами Тверской области находимся. Вот, представляете. Но самое неприятное, вы представьте, что все эти запахи, потому что там нет ни нормальных систем вентиляции, ни кондиционирования. Все это поднимается, все эти запахи в жилой дом, вы представьте, вы живете вот. И такие едкие запахи распространяются по всем подъездам. Ну, естественно, работают тоже в круглосуточном режиме. И, конечно, вот сейчас мы вместе с прокуратурой Тверской области, полицией нашей работаем для того, чтобы прекратить деятельность. Они вообще не могут работать. Но по определенному стуку, а где-то двери открыты, клиентов знают. Причем мы проводим рейд, а молодежь прям идет непрерывно, скажем так, рекой течет, рекой текут эти потребители. Поэтому, да, мы получаем угрозы в адрес наш, в адрес наших семей, на нас в интернете. Причем самое поразительное, вот сейчас судимся, уже удалили там про меня один такой ролик. На, как, ну, на Ютубе выкладывают, понимаете, да. Все эти, значит, зарегистрированные вещи на территории Америки, понимаете, то есть, находятся в Лос-Анджелесе, вы понимаете. Оттуда все это распространяется, тиражируется, все это фейки. Люди, которые это размещают, там, Светлана Иванова, например, да. Она отсутствует, мы ее не можем найти, ну, понятно. Говорят, ну, вот мы разместили, да. Потом говорят, извините, ну, удалили. Вот, поэтому ведем этот неприкрытый бой и будем вести, еще раз, сколько бы ни пугали там наших и нашей семьи. Конечно, переживаем тоже за своих детей, родных и близких, за себя. Я в своей жизни, наверное, многие знают, и в тюрьме посидел, и два покушения пережил результативных, в реанимации полежал. Но запугать нас будет очень сложно. Тем более, для этого и был создан общероссийский народный фронт, и наша группа «Честная эффективная экономика», наша задача – работать по самым вот этим болевым, сложным темам, вы понимаете, да. И, конечно, граждане, ну, вал обращений по работе вот этих псевдорюмочных, наливаек, этих кальянных. Тем более, сейчас у нас есть прецедент города Санкт-Петербурга. Они первые пошли для того, чтобы тоже посмотреть, как можно варьировать площадью этих заведений. Потому что есть в жилых домах действительно все-таки объекты общественного питания, которые проектировались когда-то, или в советское, или в последнее время, ну, как кафе, рестораны, бары. А есть это просто квартиры на первых этажах, ну, не знаем, переделанные, выкупленные, переделанные, вот в эти наливайки, в кальянные. Но в региональном законодательстве удается как-то все-таки ужесточать меры, какие-то эффективные решения принимать. Да, но вы знаете, вот я вам просто тоже скажу, нам надо самим и жителям, и нам всем активнее работать. Потому что вот зачастую мы видим даже на территории ЦФО федеральное законодательство, региональное законодательство одинаковое, но в одних регионах этот бизнес как бы псевдокриминальный, дайте говорить, мы же все прекрасно понимаем, что это даже никакие не предприниматели, это чисто или мошенники, или криминал, ну, кто будет, извините меня, наркотиками курительными торговать, ну, или спайсами, там, различные. Ну, кто продает наркотики, тут точно криминал. Давайте дадим возможность нашей аудитории, кто там присоединяется, задать вопрос, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит Тимовский Михаил. В общем, пандемия в разгаре, а абсолютно никакой работы нету, ни в транспорте, ни в торговых центрах, и ни разу даже на улице не видел, чтобы патруль прошел и кого-то остановил. Вопрос понятен, мы к этой теме сейчас перейдем, давайте закончим. Мы сейчас вам поясним по этой теме. Ну, давайте я заканчиваю вот эту тематику. То есть, еще раз я говорю, что и законодательство надо совершенствовать, и федеральное, и региональное, понимаете. Но самое главное, это объединиться и всем правоохранительным органам, и депутатам, и исполнительным органам власти, и просто жителям. Потому что некоторые говорят, вот пишут нам там, говорят, а говорят, мы боимся. Начинаешь там говорить людям, ну напишите заявление или подтвердите, что вот на них начинают на людей оказывать давление, запугивают. Люди отказываются от своих показаний, берут там 51 статью, ну понимаете, да. Потому что вот эти вот люди криминальные, наглые, я так прям скажу. А люди, обратите внимание, ездят на дорогущих автомобилях, на Мерседесах. И, конечно, уж поверьте мне, как уже человек, который этой проблемой занимается вместе с вами, Дмитрий Леонидович, 10 лет, продавая легальный табак и легальные курительные смеси на Мерседесы, которые стоят там по 8 миллионов рублей, заработать невозможно. Конечно, это все криминальная вещь. Ну, вообще, должны, конечно, оценку давать правоохранительные органы. Удивляет, что они так часто, часто, неэффективно отрабатывают. Давайте еще один звонок примем, слушаем вас, задавайте ваши вопросы. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы знаете, меня зовут Нина Михайловна. Вот мы живем рядом с Волжанкой, и вы знаете, там у них разливают днем и ночью, круглые сутки. А сейчас пандемия, пьют из рюмок пиво из стаканов. Ну, что это такое? Понятно. Мы когда-то тоже жили рядом с Волжанкой, знаем это историческое место. Да, есть обращение по этому объекту. Ну, наверное, давайте, это не ваш округ, это, наверное, больше Сергея Анатольевича Мамонова. Но я с ним выйду, посмотрю в вечернее время, что там делать. Но вы знаете, у нас таких обращений в вау. Очень много, честно говоря. Понимаете? И вот иногда, вот смотрите, по Новоторской 5, полтора года мы бьемся, пять рейдов там провели, закрываются, открываются. То есть, открываются, да. Вывеску меняют, ООО меняют, и все то же самое. Конечно, вот эта безнаказанность, цинизм, ну, вы представьте, давление даже на сотрудников полиции оказывают. Ну, вот я привожу пример. Заперлись, вытолкали, по сути, сотрудников полиции, заперлись и уничтожали. Два часа закрывшись там улики, понятно, и все эти. Когда все, мы уже, когда туда зашли, у меня вот есть фотографии, видеоматериалы, мы уже видим пустые бутылки, пустые коробки, конечно, все это оформили, изъяли. Более того, уж там, не хочется говорить, коробки нашли с ленточками определенными там, но это тема отдельного разговора, сейчас наши коллеги из партийного контроля занимаются, партия «Единая Россия». Вот такие мерзавы угрожают, и поверьте, угрожают не только нам, даже пытаются оказывать давление на сотрудников полиции. Вот я тоже об этом и сказал, что хотелось бы более эффективной реакцией в таких случаях, потому что все должно быть по закону. Ну, Алексей Александрович, давайте тогда все-таки перейдем к следующей теме. У нас буквально полторы минуты до перерыва небольшого. Поговорим об обострении ситуации с ковид. Это сейчас тема номер один. Вот видите, даже наш телезритель, слушатель звонит, задает вопрос. Мы этой темой обязательно после перерыва, да, тогда о ней поговорим. Ну, а сейчас хотелось бы несколько слов о таком трагическом событии сказать. Вот тоже, может быть, оно как-то связано. Давайте скажем о человеке, что 11-го числа умерла учитель, хороший очень человек. Они очень хорошо отзывались. Мы с вами оба выпускники 17-й школы там учились в Твере. Значит, это учитель математики средней школы номер 17, Дмитриева Любовь Александровна. И вот в ноябре ей должен был исполниться 71 год. У нее педагогический стаж почти полвека, 49 лет она отдала работе с детьми. И, конечно, и школы, и система образования нашего города понесли очень серьезную, невосполнимую утрату. Это был настоящий учитель с большой буквы. За годы ее работы она зарекомендовала себя, конечно, настоящим профессионалом. Всегда была человеком ищущим, всегда постоянно развивающимся, совершенствующимся в своей профессии. И вот ее и не стало. Мы знаем, как она любила детей, всегда находила подход к любому ребенку, к самому сложному. Потому что дети, мы понимаем, очень разные. Так же, как и взрослые бывают, был очень хороший большой педагог. Ну и давайте скажем, что в наших сердцах она останется, конечно же, навсегда. И вот хочется, чтобы очень многие тверичане, это сотни и сотни людей ее знали. И члены педагогического сообщества, и ученики ее благодарны. Ну вот это такой день, я надеюсь. У них сегодня будет, да, прощание в два часа в храме, в областной больнице. Ну, тоже, все-таки, тоже, если кто-то пойдет, обязательно с масками. Ну, а тем людям все-таки более преклонного возраста, может быть, просто помянуть. Мы поговорим сейчас о таком событии печальном, который длится, преследует нас уже весь год. Вот у нас звонок был буквально перед перерывом, где наш телезритель, радиослушатель, задал нам вопрос по поводу того, вернее, даже он с критикой выставил, сказал, что никакие меры не принимаются по противодействию ковиду. Но дело в том, что мы знаем, что... Это не соответствует. Не соответствует. Ну, просто, может, человек не знает. Мы знаем о том, что с 12-го числа по распоряжению губернатора введен очень жесткий режим, масочный режим. И я могу подтвердить, что я вчера зашел в одну известную торговую сеть продуктовую, и меня без маски отказались обслужить и правильно сделали. И я просто... Она у меня была с собой, поэтому я воспользовался маской, конечно, просто забыл. Вот. Хотя у них надписи не было на стене, я им об этом указал при входе. Значит, то есть меры принимаются. Более того, идут рейды по поручению губернатора региона, где проверяется наличие масок в аптеках, контролируется их цены, чтобы они были доступны. Общественные транспортики. Да. Ну, надо сказать, что места общего, где люди могут собраться, грубо говоря, группы. Это и торговые точки, и вокзалы, и транспорт общественный, и так далее. То есть, понятно, что исходит из соображения разумности, в первую очередь. Ну, все делается для того, чтобы люди реально друг друга не поперезаражали, потому что мы видим, какой идет огромный рост случаев заражения во всем мире, ну и, к сожалению, в нашей стране тоже. Александр Славович, на уровне регионального парламента, вот что, как вы поддерживаете эти меры, первое. И второе, как вы оцениваете, ну, не только медицинский, но и экономический, так сказать, резонанс от того, что происходит? Будет ли у нас так называемый трудный посткоронакризисный год? Начну, наверное, даже с самого главного. У нас штаб, скажем так, и всю эту работу возглавил лично губернатор Игорь Михайлович Руденя, который очень глубоко погружен в эту тему. Вот те встречи, которые были с депутатами, и на отчете губернатора показывают о том, что Игорь Михайлович очень детально этими вопросами занимается и сам ими владеет. И, кстати, на территории именно нашего региона в ЦФО мы первая была принята вот эта вот программа, скажем так, в том числе экономический блок этой программы и социальный, скажем так. Почему? Давайте говорить откровенно. Да, действительно, Тверская область, прежде всего, ее особенность в том, что мы находимся между главными очагами распространения инфекции. Это Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Мегаполисы, да, огромные. Конечно. Более того, что скрывать, мы прекрасно понимаем, что у нас еще, хотя мы наблюдаем некий такой отток, большая часть граждан работает там. Кто-то каждый день ездит, кто-то вахтовым методом там на несколько дней, на неделю уезжает. Плюс мы понимаем, что у нас сегодня здесь много дач, к нам приезжают охотники, рыбаки, грибники. И, конечно, все это оказывает на наш регион определенное давление. Но я могу сказать, что по тем данным, конечно, даже я не располагаю, хотя больше у нас есть, прежде всего, по экономическим направлениям. Могу сказать, что если брать Центральный федеральный округ, наш регион, несмотря на вот такое положение, мы, хочу еще раз постучать там, или, как говорится, чтобы не сглазить, проходит этот период даже лучше, чем соседние регионы. И нашему губернатору, штабу вот этому, куда входят и депутаты, и, конечно, хочу прежде всего сказать нашим профессионалам, медикам, потому что есть такие коллеги, как Сергей Евгеньевич Козлов, мой коллега, есть у нас еще уважаемые доктора Данилов и другие наши коллеги. У нас в городской думе есть несколько врачей. Которые, конечно же, мы все-таки, давайте говорить, я специалист по экономике, а не в области, скажем так, эпидемиологических каких, медицинских, или Роспотребнадзора. А вот с экономикой я хочу сказать, что пока, еще раз, нашему правительству Тверской области, вместе с ЗАГС-собранием, я хочу сказать, мы вот так между струй нашли эту золотую серединку, чтобы и экономика наша работала. Мы одни из первых дали разрешение работать нашим крупным машиностроительным предприятиям. Понимаете, они у нас бюджетообразующие. Я помню, сколько было критики в адрес и меня, и губернатора, и других людей, и Егорова Ивана Игоревича, за то, что мы создали вот эти списки значимых экономических предприятий, как на региональном, так и на муниципальном уровне. Дали им возможность работать. Да, не все, конечно, есть предприниматели, которые все-таки не до конца еще понимают всю сложность ситуации, хотя и губернатор к ним обращается, и мы, потому что действительно мы видим иногда, что люди или на предприятиях не проходят масочный режим, или термометрию не всегда осуществляют, или почему-то видно, что человек кашляет, чихает сильно, температура. Ну не надо этого человека допускать на рабочие места, понятно. Может быть, он и действительно очень необходимый специалист. Точно так же, как, дайте говорить, ну мне это обидно говорить, потому что мы еще и за торговлю отвечаем, наш комитет контролируем. Есть у нас и торговые точки, и торговые центры, и аптеки даже, ну скажем так, где, ну мы видим, не всегда соблюдается этот масочный режим, потому что кому-то лень замечания сделать, давайте так говорить. Кто-то у нас граждане несознательно. Это вот точно так же, как я вот только сегодня, например, приведу пример. Ну говорю людям, ну вы одели маски, но они у них вот висят одного на подбородке, а у другого там носом человек дышит. Ну нам же цели наши. Или там вот, когда тут ехал опять в такси, у таксиста маска, она уже черного цвета, я понимаю, она одноразовая. Мне такое ощущение, что он в ней уже там, я говорю, слушай, ну я им подарил эту маску. Говорю, слушай, возьми себе, пожалуйста, это как его. Александр Ильич, есть звонок, давайте попробуем ответить на вопрос нашей аудитории. Слушаем вас. Алло, здравствуйте, я Людмила Юрьевна, и общаемся тут мы с жителями, с знакомыми, знакомые есть. И знаете, вот такой вот образовался вопрос, почему у нас не строится большой инфекционный центр, куда могли бы поступать больные люди вот с коронавирусом, допустим, почему их везут в шестую больницу, где там лежит и терапия, и кардиология. И потом вот люди вот эти, которые не заболены, ну не болеют коронавирусом, они там, естественно, заболевают и умирают от этого, потому что они осложнены, понимаете. Спасибо за ваш вопрос, Людмила Юрьевна. Олег Станиславович сейчас берется ответить. Ну я отвечу в рамках тех знаний, которые у меня есть. Конечно, нам такой центр очень необходим нашему региону. И я знаю, что губернатор Тверской области поднимает этот вопрос на федеральном уровне, потому что построить его, вы знаете, они сейчас строятся либо по федеральной программе, либо по программе Министерства обороны, ну вот возводятся военными строителями, да, вот как наше Суворовское училище строилось. И я знаю, что этот вопрос рассматривается сегодня. Но давайте скажем только, ну тоже честно, в нашей области мы только получили от федерального центра вот эти огромные средства на строительство новой детской областной больницы. Колоссальные деньги, нам никогда бы ее не построить. Несколько миллиардов там, да. Да, это мягко сказано, потому что я даже не хочу произносить эту сумму. Это очень дорогостоящий объект, современный, уникальный. И, конечно, вы понимаете, ну тоже в федеральном центре они смотрят. И, конечно, когда мы получили такие преференции, прежде всего, конечно, благодаря нашему губернатору, скажем так, его вот такой настойчивой работе, опыта его, поскольку он работал, да, в федеральном правительстве, его личным связям и отношениям, конечно, ну нам бы очень хотелось. И я знаю, что врачи наши постоянно этот вопрос ставят. И знаю, что Игорь Михайлович стучится во все двери, но, конечно, вот я вам попытался с экономической точки зрения ответить. Надеюсь, что такой центр, он, конечно, в какие-то вот, наверное, следующим объектам. Но я хочу сказать огромное спасибо, вот, как будучи главой города, да, вы, наверное, помните, мы, например, 40 почти лет, я вот посчитал, ну 30 точно мечтали о строительстве детской поликлиники в Южном, да, вы помните. И только вот с приходом Игоря Михайловича, с его настойчивой позицией, вот такие тоже серьезные объекты созданы, и сегодня дети пойдут туда. Я думаю, что на территории Тверской области, вот мое предположение и пожелание, ну в ближайшие, я думаю, 5-7 лет такой инфекционный центр может, а может быть и быстрее, если, ну, наверное, вопрос об этом может ставиться, когда мы будем подходить к этапу, возможно, окончания строительства, ну, детской области. А может быть, все-таки губернатору удастся и раньше решить. Ну, хотелось бы, чтобы и надо бы, у нас в нем все-таки схлынул такой напор. Конечно, и сегодня огромное спасибо хочется еще раз сказать нашим коллегам, врачам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, младшему медицинскому персоналу, всем, даже диспетчерам скорой помощи, которые работают сегодня на передовой, действительно, которым очень несложно. И вот только сегодня тоже утром говорила с людьми, вот речь шла про Калининскую, например, там вот у меня родственники отлежали там, скажем так, вот жена брата моего с двумя детьми и очень говорит, что люди работают действительно, окружают вниманием, заботой, нормальное питание, профессионально работают, людям очень тяжело, надо их поддержать, вы понимаете? Конечно, такой центр инфекционный, он нам нужен, и да, потому что приходится размещать больных от беды. И в первой больнице... Ну, та же шестерка будет сейчас перепрофилирована снова. Ну, шестерка, пять, да, и мы знаем, и больница скорой помощи у нас, так скажем, четверка, да, и седьмой. Ну, в общем, конечно, проблем очень много. Вот сейчас кто-то говорит, что это вторая волна, кто-то говорит, да нет, это продолжение первой, что просто это сезонный подъем заболеваемости, так или иначе, мы видим рост цифр. Вы знаете, я бы сейчас даже сосредоточился не на том, чтобы мы думали, какая это волна, первая, вторая, а сейчас вот все-таки еще раз собрали свою волю в кулак и подумали о своих родных, близких, о своем здоровье, о тех людях. Иногда тоже, ну, иногда можно остаться дома. Сейчас мы тоже думаем уже где-то там и социальная служба наша иногда где-то может помочь поменьше, особенно вот в тех местах, где скопление граждан, в общественном транспорте, в магазинах там, в ресторанах где-то, которые у нас не закрываются, работают, кафе и так далее, все это делать. Сейчас заработали кинотеатры у нас тоже, ну, нужно быть очень внимательными. Поэтому огромная просьба у меня, обращаясь и просто к нашим горожанам, жителям Тверской области, и к руководителям всех уровней, давайте мы еще раз внимательно вот к этому отнесемся. Действительно, это так, не так уж сложно лишний раз помыть там руки, да, одеть маску. Понятно, тяжело в ней находиться. Но тоже делать это не так, вот как я говорил, да, сегодня там, или... А все-таки думать о последствиях, что мы можем сберечь здоровье своих родных и близких и так далее. И тогда действительно мы, возможно, вот как я говорил, найдем опять эту золотую середину и выйдем. Ну и плюс, давайте огромное спасибо скажем уже в нашу Тверскую область, тоже благодаря усилиям правительства, губернатора, председателя законодательного собрания, уже поступили первые прививки. Вот я, например, три года прививаюсь от гриппа. Не все наши коллеги это делают, ну, скажем так, понимаете, да. Да, конечно, эта прививка, она сейчас не помогает от COVID-19. Но мы знаем, все врачи говорят, что если наложится одно заболевание на другое, да, последствия могут быть серьезные. Но сегодня уже к нам в регион поступила вакцина, уже прививаются коллеги, которые, как говорится, за красной линией находятся прежде всего. На передовой, да. Поэтому нам надо вот еще эти несколько месяцев, когда мы накопим, да, когда начнутся уже более массовые прививки. Ну и, конечно, мы понимаем, часть людей антитела выработают переболев, никуда не денешься, мы видим эту статистику. Тогда вот этот коллективный иммунитет у нас сложится, и мы будем... Ну, нам далеко еще, конечно, до коллективного иммунитета. Ну, это тоже все от нас зависит. Опять же, мы же сегодня не можем говорить, как прививочная компания пойдет, правильно? Сегодня вот регистрируется уже третий препарат, да, разработанный. Мы первые в мире. Из отечества. Многих это бесит, да, поливают нас грязью, говорят, что это какая-то там фикция. Это не так. Вот я разговаривал с людьми, которые уже, скажем так, и я, например, если бы у меня была возможность, вот я даже готов за свои собственные деньги такую прививку получить. Потому что, конечно, мы с вами, как депутаты, общаемся с людьми, и у нас мы находимся в зоне риска. Вот я своего отца практически полгода, ну как, через дверь с ним общаюсь. Я в маске, он в маске, дверь мне не открывает. Ну, вот по телефону и через дверь, да, вот он занял такую позицию. Ну, это правильно, позиция. Ну, что ж, это вот выбор каждого человека, понимаете? А кто-то скажет, да. Вот у нас на днях губернатор региона выразил уверенность, что мы достойно пройдем вот это новое испытание, очередной вот этот рост. Вот, но только при том, если мы будем опираться действительно на сознательность граждан, если люди будут держать это в голове. Ну, и потом мы же должны четко понимать, что если у нас количество коек будет уменьшаться, а количество зараженных губернатором, он ничего другого не останется, как вводить более жесткие меры. Вот я об этом тоже хотел несколько слов. Вот мы понимаем, что у нас этот год прошел с большими потерями в экономическом плане, я уже про медицинский не говорю, и нас ждет следующий год. Вот это как-то отразилось на бюджете, он сейчас верстался в областном парламенте, на каких-то прессах, на бюджетах. Ну, давайте так, говорите, еще бюджет не внесен, но мы уже, конечно, ощущаем, ну, давайте говорить откровенно. Во-первых, мы ощущаем, что мы часть доходных источников потеряли. Ну, что там говорить, конечно, все это сказалось, да. Насколько существенно это? Ну, вы знаете, опять же скажу, мы думали, что даже потеряем существеннее. Ну, перезак, скажем так, хочу сказать спасибо нашей экономике, да, мы перезаложились, скажем так, на более худший результат. Но, опять же, потом по каждым доходным источникам разная ситуация. Меня, например, очень радует ситуация с НДФЛ, но очень беспокоит сейчас ситуация по поступлению налога на прибыль от отдельных предприятий. Тут надо смотреть каждый доходный источник. Сейчас муниципалитетам стало очень тяжело при работе с имуществом, с землей, понимаете, да, потому что предоставляем льготы, отсрочки и так далее. Конечно, это тяжело ложиться на доходную часть бюджета города Твери, а прежде всего нашего главного донора, это нас беспокоит. Но за счет нашей инвестиционной активности, вот за счет того, что сейчас в нашей области вот очень большую работу проводит замгубернатора Ашгеревич сейчас... Александр Александрович, у нас коротенький последний перерыв, и мы вот поговорим о том, как мы будем из этого выходить буквально через пару минут. Итак, это программа «Тема дня» в студии Дмитрий Нечаев и Олег Станиславович Лебедев, депутат Законодательного собрания, председатель Постоянного комитета по экономике. Вот пока был перерыв, у вас у нас совсем немного времени, уже остается был звонок, давайте попробуем ответить на него. Ну, напомню, что мы, финализируя нашу программу, говорим об экономических последствиях и прогнозах на год грядущий, о последствиях от коронавируса, от пандемии. Итак, слушаем вас, задавайте ваш вопрос. — Добрый день, у меня вопрос, ну, может быть, не только с экономикой связанной, а по поводу ковида. На данный момент, я, насколько знаю, существует распоряжение о бесплатных тестах для ломка больных, но по факту этого нет, и все абсолютно платят. Вот как можно прокомментировать, если в курсе вообще, ну, такая проблема существует, и она достаточно большая? — Ну, в любом случае, его возьмем на заметку, это... — А все-таки это вы, вы как зампредседатель по социальной политике. — Да, 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 да. Вот в любом случае, кстати говоря, мы даже планировали делать такую программу, там есть очень много новостей в помощи онкобольным, по ОМС связанной и так далее. Давайте мы, может быть, этот вопрос отложим, мы его проработаем детально, чтобы компетентно вам уже с привлечением к комментариям специалистов Минздрава регионального ответить вам на него. Я его обязательно возьму на заметку, в ближайшее время мы к нему вернемся, это я вам обещаю. — Ну, а возвращаясь к экономическому году, конечно, год будет сложный. Сейчас мы, конечно, очень внимательно следим за показателями инфляции, да, к сожалению, мы тоже наблюдаем рост курса доллара и евро, понимаем мы, что у нас еще много оборудования, особенно машиностроение, станкостроение, мы покупаем это из-за рубежа. — Больше много импортных комплектующих. И, конечно, год будет очень непростой вообще, судьбоносный для нашей России. Но хотел бы еще в экономическом плане попросить жителей нашего города быть ответственными потребителями, в каком плане, потому что, вот смотрю, многие люди побежали там кредитов набрать. Вот часто ко мне обращаются, вроде хорошее дело, берут ипотеку, сейчас очень, кстати, неплохая ипотека. — Ну, с учетом ставки рефинансирования она сейчас стала привлекательной. — Да, действительно, она привлекательная. Ну, одно дело, когда, например, у человека есть уже там на первый взнос 20, 30, 40 процентов. А сейчас некоторые там занимают у знакомых, денег нет, понимаете, там вносят 10 процентов первого взноса. А потом, к сожалению, их сокращают на работе или выплачивают, ну вот, минимальные зарплаты в связи с... И люди оказываются в сложнейшей ситуации. — Еще хуже, чем были до того, как занимают. — Или кто-то там... Я понимаю, что машины, скорее всего, будут дорожать. — Уже дорожать. — Ну, понимаете, человек говорит, я пошел, занял денег, приобрел себе новый автомобиль. Я говорю, слушай, ну, одно дело, у тебя были деньги, ты хотя бы, да, а второе дело, ты пошел, набрал кредитов. Кто-то приходит ко мне, говорит, слушайте, ну, мы взяли, отнесли вот в эти микрофинансовые организации. И деньги наши пропали в этих пирамидах, понимаете, реклама идет. Поэтому тоже хочу к нашим горожанам обратиться. Внимание, зачастую мы сами себя вот загоняем в такую экономическую яму, долговую, в ступор, поэтому тоже надо быть внимательнее. Вот я уверен, что нам по силам этот сложный период нашему региону пройти достойно. И если мы действительно все проявим сознательность, мы действительно выполним те поручения нашего президента и губернатора Тверской области, и наш регион будет развиваться. А сегодня все основания мы во всех рейтингах уверенно двигаемся вверх, в том числе и по экономическим показателям. Ну что ж, нам надо справиться с вот этой напастью, которая у нас свалилась и встала на этом светлом пути к хорошему будущему. Будем надеяться, что нас услышат и люди проявят действительно сознательность, ответственность, тем более, что это напрямую в наших же и в их же интересах. Спасибо вам большое, Олег Станиславович. Это была программа «Тема дня». И до встречи в эфире. Олег Станиславович.